Всем здорова, с вами Булл и мы продолжаем проходить игру Biohazard 2 или же Resident Evil 2 98 года, оригинал на PlayStation 1. В предыдущих север мы за Клэр Рэдфилд начали проходить основную кампанию. Мы добрались до полицейского участка, сейчас начинаем его исследовать. Так, я вижу, у нас тут есть целебные травы. Так, я помню еще по первому резиденту, как можно хорошо тут комбинировать. Все. Так, я хотел обследовать комнаты. Мы еще обследуем второй этаж. И посмотрим, не напугает ли меня. Окей. Так, нет, это я использовать не буду. Это, если что, печатная лента для машинки. Операционный репорт. Короче, я это потом прочитаю. Интересно. Спешил кандов киевик. Спешил кандов киевик. Здесь нужен специальный ключ, а я что, что-то пропустил? Так, я выяснил, где находится этот ключ. Он находится в ящике. Или я что-то путаю. Угу, так. Ну, по-по-фиг. Ну, я понял то, что находится в этом ящике. Я посмотрел, там находится... Одежда для Клэр. Мы можем одевать новые скинчики. Какой-то байкерский. И... А там находится револьвер сингл-эйкшн-арми. В общем, револьвер от Селота вообще. Но у меня нету ключа. Ключ вроде как добывается... Там, в самом чуть ли не начале полицейского участка. Прямо у входа там кто-то должен его нести. Но заниматься уже все этим я не буду. Потому что я, может сказать, и без револьверов справился и с первым резидентом. Так, полагаю, двери закрыты. Ага, то есть, заперто ясно. Вот так. Так, бог солнца и бог луны. И не единственное, что могут позволить... Единственное, что могут не освободить мою красную душу. Ну, ребят, мне что, статуи подвигать? Так, я не достал. Давай! Кстати, есть кто вы спрашиваете. И хотя я отвечал на этот вопрос. Почему я начинаю кампанию за Клэр? Объясняю. Потому что... По большей части все сходятся во мнении, что именно каноничным исходом считается сценарий А за Клэр. И уже сценарий Б за Леона. Я и хотел, на самом деле, пройти игру только за Леона, но подумал, что лучше пойду по канону. Так что ничего страшного, время Леона еще настанет. Так, к тому же, я думаю, мы с ним свидимся. Пару разочков. Уж тем более. Ну, а точно в концовке он будет. Все. Как элегантно он его выбросил. Он даже пальцем не пошевелил. Здесь он мысленно его держал или как? Так, все. Все. Камешек у нас есть. Идем дальше. Так, опа. Офис Старс. Посмотрим. Но я уверен, что Клэр не достигнет, конечно, своей цели, которую она ищет в городе. Напомню, что она приехала в Раккун-Сити для того, чтобы найти своего брата Криса Редфилда, главного героя первой части. Но, как нам сказал Марвин, Опа, дробовик? Гранейт лаунчер. Гранатомет. Спасибо. Нифига себе, реально я буду сейчас богатым. Но, как нам сказал Марвин, Крис находится в отпуске. Где-то в Европе. Вот знаете, я что-то не понимаю, но мне кажется, что вот конкретно вот здесь, вот это, вот здесь вот именно, вот судя по медицинской такой сумке, и там что-то, ну и по фотке, хоть я понимаю, что это звучит глупо по фотке, потому что там вообще, ой, как пиксельно и размыто, но мне кажется, что это место Ребекки Чемберс. Кто не понял, это... Новичка. Да, наверное, это реально Ребекки, она реально же новичок был. Так, я понял. Так, опа. Дневник Криса. А, кстати, еще я вспомнил. Вроде как, игра, продолжающая историю Клэр Редфилд и Криса Редфилда, это, ну точнее, я говорил еще в первой части, что история Криса продолжается в пятой части, я немножко ошибся. История Криса и также и Клэр продолжится в игре Resident Evil Code Veronica. Code Veronica X, назвать ее как хотите. Она в слухах мелькает о ремейке, в слухе мелькают еще о ремейке данной игры, но я отвечу, но я это говорил, ремейки отдельно проходим уже после основного таймлайна, потому что у ремейков абсолютно уже... они там уже меняют полностью. У них отдельная таймлайн. Так, я говорил с шефом сегодня еще раз, но он отказывался выслушать меня, и... я точно уверен, что Амбрелла сделали Ти-вирус, что они исследовали этот Ти-вирус в особняке. Все, кто... кто были инфицированы, превращались в зомби. Но весь особняк взорвался, взлетел на воздух в этом взрыве, вместе с... с компрометирующими доказательствами. С тех пор, как Амбрелла... воспользовалась столькими людьми... набрала людей в городе. Никто не говорит об этом инциденте. Похоже, что у меня заканчиваются выборы. А просто нет выбора. Мы получили несколько... репортс... насчет... странных монстров, которые... которые появляются в... рандомных местах... по всему городу. Это и не к работе Амбреллы. Так, это, кстати, разные даты тут. С помощью Джилл и Берри... я наконец-таки... получил информацию... связанную с этим делом. Амбрелла начала исследование... над новым G-вирусом. вариантом... оригинального G-вируса. Разве они не несли достаточно... достаточно ущерба. Мы говорили... Мы... все обсудили и договорили... решили лететь... в главный... главный штаб Амбреллы в Европе. Я не скажу моей сестре по поводу этого путешествия. потому что я могу подставить... потому что я могу поставить ее в опасность. Подвергнуть ее опасности. Пожалуйста, прости меня, Клэр. То есть, Крис... Опа! О, вот и медальончик. То есть, Крис на самом деле никуда не пропал. Оно... 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 Они... То есть, Крис, Джилл и Берри... Это те... Люди из Resident Evil 1. Кстати, еще подтверждается то, что Берри выжил. Потому что в самом первой еще кат-сцене... Перед тем, как у нас появилась интеркастер, Крис говорил, что... Что там спаслись Вескер, Джилл и Крис. А никто не знал, где Берри находится. Кстати, интересно. Но я знаю, что... Если бы я выбрал в качестве главного героя Джилл Валентайн... Вместо Криса был бы Берри. Но в клетке, кстати, был бы Крис, кстати. Так... Но очень главное, что Берри жив. Это уже нормально. Так, картина... Членов Старс. О, ну и картина. Кстати, интересно. Опа, так. То, что в солнцезащитных очках... Это у нас Вескер. Под Вескер... Ну, внизу Вескера Джилл Валентайн, я так полагаю. А где Крис? По факту, Крис, наверное, это... Тот, что справа. Тот, что справа, может быть. Он более моложе выглядит. Это у нас Крис. Это, полагаю, справа. Слева от Криса это Берри. Вроде как. Берри Бертон. Одежда походит. И все другие члены от Реда Старс. Здесь должен быть Брэд еще. Брэд должен быть, вроде как. Пилот. Наверное, это тот, что был в красной бандане. Да, блин. Блин, это трэш. Так, я понял, что тут медали... Патроны. Спасибо. 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 Кто-то здесь уже поиск устраивал. А, блин, ну здесь же должно быть что-то. Да, я так и знал это. Тут, короче, надо было... Ой, как долго возиться для того, чтобы получить вот эту пленку, я так полагаю. Эээ, чё? Эээ... И что это? Не понял. Так, идеально. Так, чё? Мистер Крис Рэдфилд, Раккун-Сити. Как вы здесь? Пропамент полиции. Отряд Старс. По вашему поручению мы... По вашему поручению мы... Мы провели расследование и обнаружили информацию по... По поводу G-вируса сейчас... G-вирус сейчас разрабатывается... Umbrella Incorporated... Incorporated, так скажем, корпорации Umbrella. Пока это не подтверждено, что G-вирус вообще ещё существует. Мы продолжаем наше расследование. Так, чиф... Ага, тут для шефа. Для шефа полиции, короче, Раккун-Сити. Так, для Брайана Айронса. Мистер Айронс получил... Получил огромную сумму... Огромную сумму фондов... Прямиком... Из-за Umbrella... Из корпорации Umbrella... До последних пять лет. Он наверняка был вовлечён... И покрывал... И покрывал инцидент... Лабораторию в особняке... Ну, дело в особняке... Лабораторию особняка всё это время. Куда? Всё это инцидент... В котором... В которых Umbrella фигурировала... Что... От её участия, в общем... Министр Айронс... Валестован под подозрением... Так... Он задержан два раза по... Ещё с её годы в университ... В какой студент университета... И в психическое неуравновешение, я так полагаю... И это... Его психически... Нездоров он был, я так полагаю... И поэтому его отпустили... Блин, я не понимаю... Сегодняшняя серия буду читать постоянно... Угу... Всё, спасибо... Ну, в общем, я так полагаю, что... Как я понял... Как мы поняли... Я понимаю, что это, наверное, было скучно... Но... Шеф полиции сотрудничает с Umbrella... И он покрывал это дело с особняком... Офигенно, конечно... Но тогда я не удивлю... Но почему Крису и Джилл не поверили... Сочувствуем... Так, понятно... А, да, я же забыл... Зачем я сюда отойду? У нас же есть... Во-первых, там... У меня есть плёнка... Я знаю одно место, где можно её использовать... Вот сейчас прямо рядом с убежищем... Он где-то здесь вот находится там... Да-да, вот прямо здесь вот... Вот... Ну, спасибо, кстати, что... Теперь спускаемся мы по лестнице довольно быстро... А не так, как в первой части... Там долго шагали... Да ещё анимации перехода стали быстрее... Прогружаться всё стало быстрее... Так что... Прогресс виднеется... Да, вот именно здесь вот... Так... Ну-ка... Рекрут... О-о-о... Ребекка... Я и ради этого мучился? Ну... Кстати, неплохо, на самом деле... Неплохо получилось... Ничего такого не имею... Но просто говорит о том, что красиво у нас там... Так, теперь можно возвращаться обратно в... В главный зал... Я помню, где можно вставить... Так, нет, не сюда... Вот сюда... Я помню, где можно вставить этот медальон с... С пегасом... Он находится в центре... Ах... Да твою мать... Нахрена так... Ах! Это чё за насилие? От окон... Буду держаться подальше... Все раз... Это чё такое? Два раза... Меня один раз аж схватили Надеюсь его здесь не будет Я подумал лизун будет Короче с мозгами вместо глаз Хотя у него мозгов даже особо и нет Да вот он Да-да-да я Блин опять забыл Вот Ну что предложишь О ничего себе А это так и нужно было Так Ключик Какой-то хороший голубой ключик Ну раз у нас есть ключ То это значит Надо пытаться открыть все двери Что у тебя имеется сейчас На данный момент Так давайте на данный момент Я уберу Ненужные предметы Я уберу нож И спрей На данный момент Мне они не нужны Хорошо что я подобрал Гранатомет В случае если лизуны появятся Или тираны Я буду готов Так Окей Все Ключик Надеюсь Кстати мне не известят По поводу ключа Например Когда он будет Не нужен Так Звук работает Да А то прош А то я помню Что мы будем Нет Это бесполезная вещь Если я ее возьму Мне придется еще Лишний инвентарь Таскать Машина Копи машин Так Лестница Ладно Я неправильно Прозвожу Ну то еще Надо сюда Таскать И правильно Делаю Рычаг Какой-то Так Судя Там есть Что-то Патрул Репорт Все Все А потом Это будем читать Больше я здесь Думаю Мы не найдем Слишком много Документов У меня жизни Не хватит Чтобы реально Все первые Я не Илеон Я не полицейский Так А вот сейчас Начинается Хороший такой Коридорчик Как бы меня Сейчас опять Они не сожрали С Богом Держись Справа Так В этой комнате Я был Ага Все А то они напугать Реально умеют Поднимаюсь Здесь где-то есть Закрытые двери А Здесь Это Заперта Вообще Со всех Точнее С той стороны Я так понимаю Заперта Поэтому Пока не найдем Других способов Туда проникнуть Там для нас Все закрыто Маленькая девочка Помогите И зомби Так Не поз Не позволю Детей Жрать Гад Не в мою Смену Не нафига Я тратил Столько Патронов А девочка О Ключ Не нужен Все Я открыл Все важные Двери Я думал Этот ключ Будет долго Видать Здесь Другие Ключи Есть Хотя Мы точно Нужны Знать Что Здесь Будут Другие Локации Так О Леон Леон Клэр Ты реально добралась? Да Ты видела небольшую девочку здесь? Да Я только что была мимо меня Кто это? Не знаю Но это опасно Ей здесь Леон Я пойду за ней А ты найди выход Выход Отлично Но У нас всякий случай Держи рацию Так Мы сможем связаться С друг с другом Случащего Я пойду за ней А ты найди выход Нам отсюда О Знаете Я сейчас Охранюсь Ну-ка Давайте Проверим Я с нами Сполезно Это Пробовать Ну В общем Леон Кеннеди Собственной Персоной Мы За него Еще Играть Будем Сейчас Интересно Откуда Это он там Вышел О Леон Не знаю Зачем Ты это Не брал Но Это мне Нужно Было Так Там Еще Леон Так Используем Отмычки Так Так Это у нас Что Опа А это Я полагаю Огненные Короче Эти Гранат Для Гранатомета Он Не смущает Для чего Мне нужен Этот Красный Рубин Ничего Себе Библиотека Нет Я пока Этот Нажимать Пока Не буду Я пока Просто Поисследую Место Нет Ну Место Большое Место Просто Гигантское Я 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 Еще Второй Этаж Там Ну Реально Проработано Все Как бы у меня Приступ Не случилось Клэр Блин Ну Ты Толстый Что Ли Падаешь Так Я Упал Блин А А Я Понял Для чего Это Короче Мы Продолжим Следующей Серии Я Понял Для чего Это Это Нам Нужно Для Вот Полагает Для Этих Блин Че я вам Показываю На задницу Вот то Что Там Находилось Вот то Что Там Находилось Эти Книжные Полки Надо Видать Их Как-то Расположить Ну Господи Реально Напугали Зомби Еще И Это Ужас В общем Я пересмотрю Там Запись Посмотрел А Все Я Короче Давайте на этом серию заканчивать Ставьте лайки Подписывайтесь на канал С вами был Бул Ожидать следующих серий Прохождения Биохазард 2 Всем удачи До новых встреч Друзья Пока-пока Ух Субтитры